Видео подготовлено для канала Уроки ТВ. Алгебра 8 класс. Автор Макарыча. Задание 170. Найдите среднее гармоническое чисел. До того, чтобы найти это среднее гармоническое, нужно просто воспользоваться формулой, которая дана в параграфе в учебнике. Вот такая формула. А – это среднее гармоническое, и оно равно n, делённому на вот эти выражения, где n – это количество данных чисел. Итак, первое у нас а. Там у нас два числа 3 и 5. Значит, этих чисел 2. Тогда среднее гармоническое, а среднее будет равно 2 делить на 1 делить на 3 плюс 1 делить на следующее число на 5. Вот полученное выражение или полученное число и будет средним гармоническим среди чисел 3 и 5. Давайте мы его найдём. Итак, здесь у нас получается знаменателе, дробное выражение. Чтобы избавиться от знаменателя в знаменателе, мы можем воспользоваться вот таким приёмом. Ну, во-первых, какой-то будет знаменатель в знаменателе. 1 третье плюс 1 пятое. Общий знаменатель будет 15. Тогда мы умножим одновременно и числитель, и знаменатель вот этой всей дроби на 15. Что у нас получится тогда в числителе 2 на 15? Так и запишем. А в знаменателе… Ну, первое я запишу подробно, а потом не буду так подробно писать. Значит, 1 третье плюс 1 пятое у нас. И мы умножаем на 15. А теперь, ну, в числителе 30, теперь я вношу 15 в скобку, то есть 1 третье я умножаю на 15, и плюс 1 пятое тоже умножаю на 15. Естественно, всё сокращается. Ну, в знаменателе 30, в числителе 30, так? Здесь сокращается 3 и 15. Конечно, сокращается, потому что 15 – это же общий знаменатель. Получается 5. Здесь на 5 сокращается. Значит, 5 плюс 3. Получается 38. Или разделим на 2. 15 четвёртых. Ну, 15 четвёртых… Попробуем представить, как смешное число. Значит, 12 на 4 – 3 и 3 четвёртых. 3 целых, 3 четвёртых – это и есть среднегармоническое число для чисел 3 и 5. Пункт В. Здесь нам даны 2, 4 и 8. То есть этих чисел у нас уже здесь 3. Тогда А среднегармоническое будет равно 3 делить на 1 разделить на 2 плюс 1 разделить на 4 и плюс 1 разделить на 8. Какой же здесь у нас будет общий знаменатель? В знаменателе 2, 4 и 8. Конечно, 8. Поэтому умножаем на 8 и числитель, и знаменатель. 3 на 8 числитель. А в знаменателе мы умножаем теперь уже почленно каждое слагаемое. Ну, 1 вторая на 8 – это будет 4. 1 четвёртая на 8 – это будет 2. Ну, и 1 восьмая на 8 – это будет 1. Тогда получаем в числителе 24. В знаменателе получаем 4 плюс 2 плюс 1 – 7. 24 седьмых. Так, ну, 21 на 7 – 3. 24 минус 21 – 3. Значит, 3 целых. 3 седьмых. Вот такое среднегармоническое получилось для этих чисел. Ну, теперь пункт В нам осталось. В пункте В у нас 4 числа. Это 5, 10, 15 и 20. Тогда среднегармоническое этих чисел будет равно. Значит, этих чисел 4. Значит, числители 4. Теперь делим 1 на 5 плюс 1 на 10 плюс 1 на 15 и плюс 1 на 20. Так, теперь ищем общий знаменатель. Какой будет общий знаменатель? Ну, простые множители 5, 10 – 2 на 5, 15 – 3 на 5 и 20 – это 2 на 2 и на 5. Тогда общий знаменатель будет содержать пятерку, две двойки и одну тройку. Пятерка, две двойки – это 20 и одна тройка – это 60. Получается 60. Но никак меньше не можем. 40 не можем, потому что 40 не разделится на 15. 60 – общий знаменатель. Тогда мы умножаем на 60 и числитель, и знаменатель. Так, и знаменатель. И теперь 1 пятая умножить на 60. Давайте все-таки я напишу. Пусть лучше будет больше записи, чем останется какая-то неясность. То есть я теперь уже даже не пишу, что скобка, а умножаю на 60 числитель, а следовательно умножаю почленно. То есть каждая слагаемая, знаменателя я умножаю на 60. Каждая слагаемая, знаменатель умножаю на 60. Ну и теперь там будет все сокращаться. Так, числители у нас, ну, 240. 240. Знаменатели. 1 пятая на 16 на 5. 60 на 5 – это будет 12. Значит, 12. Здесь у нас 10 и 60 сократится. Здесь 6, и здесь единичка. Значит, плюс 6. 15 и 60 тоже сократится. Здесь единичка, здесь 4. Значит, плюс 4. Ну и 1 двадцатая. 20 и 60 тоже сократится. Это будет 3 плюс 3. Теперь все складываю в знаменателе, в числителе 240. В знаменателе все складываю. Так, 12 и 6, вернее так, 12 и 10, 22 и 3, 25. Так, ну, что здесь получается у нас? 200 на 25 – это 8. Ну, потому что каждая сотня, если разделим на 25, это будет 4. Тут две сотни, значит, 8. И еще остается 40. Значит, еще один раз по 25. Значит, 9, 9 целых. И 40 минус 25 – это будет 15. 15,25. И еще можем сократить на 5. Это 3. Это 5. Итого получится 9,3. И 5, вот это среднегармоническое для ряда чисел 5, 10, 15, 20. Ну, на этом все. Задание выполнено. Если вам понравилось видео, все вам ясно, то вы не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Если у вас все-таки есть вопросы, пожелания, предложения, записывайте их в комментариях и смотрите следующее видео на нашем канале. До новых встреч!